Всем привет! Смотрите до конца. Это важная информация. Здравствуйте всем! Меня зовут Эмиль Намазов. Я буду сегодня переводить Альберто и одновременно помогать вам немножко разбираться в особенностях итальянского языка. В первую очередь хотелось вас поблагодарить за то, что вы пришли все на сегодняшнее мероприятие. Причем в таком большом количестве. Сегодня нас ждет очень насыщенная программа и очень интересная. Сегодня будет как теоретическая часть, так и практическая. Даже, наверное, больше практической, чем теоретическая. Я сделаю только breve презентацию. Мне нравится говорить о керамике и о керамике, о керамическом материале, и о том, что нас больше всего в нем привлекает. Смотрите, начнем с нового слога, который был в 1952, который был архитектом итальянского, который назывался Ernesto Nathan Rogers, Начнем с известнейшего слогана, который был создан в 1952 году и принадлежит он известнейшему миланскому архитектору Ernesto Nathan Rogers. Данный слоган гласил «От ложки к городу». И данный слоган описывал способность миланского архитектора того времени спроектировать как ложку, так и стул, так и светильник, так и небоскреб, так и в том числе городскую застройку. И нам очень нравится использовать эту фразу в отношении керамики и ассортимента керамоморации, который в настоящее время способен предложить абсолютно под каждый тип проекта свой материал, от маленького до самого большого. Соответственно, в дизайне интерьера, в офисных пространствах, в общественных пространствах, в школах и больницах, аэропортах и на вокзалах. Также у нас появился новый материал, утолщенный керамический гранит в толщине 20 мм, который позволяет заходить керамическому материалу в городскую среду и становиться частью ландшафта. И, наконец, можно применять его в архитектуре фасада, в различных объемных просторных помещениях. И во всех перечисленных нами пространствах керамика просто потрясающе справляется с поставленной перед ней эстетической и функциональной задачей. Керамика сама по себе это очень античный материал. Ему уже около 7-8 тысяч лет. И для того, чтобы найти первые, скажем, упоминания о керамике, первые античные воспоминания керамики, это нужно аж углубиться в эпоху неолида и увидеть примеры применения керамических материалов именно в тот период. И, наконец, я сразу сказал, что керамика была произведена, человек сразу же для себя раскрыл эти полезные, эти хорошие свойства керамики. Человек сразу понял, что керамика пластична, то есть ты можешь из нее извоять абсолютно любую форму. Также человек понял, что данный материал водонепроницаем и благодаря этому свойству он может быть как гигиеничен, так и просто в очистке. Керамика также устойчива к появлению царапин, она огнестойкая и морозостойкая. Это просто невероятное что-то. И современная технология лишь сделала то, что улучшила и без того хорошие, и то отличные природные свойства материала. Технология сделала керамику более водонепроницаемой, более прочной, более долговечной и устойчивой. Более устойчивой к появлению царапин, более устойчивой к морозу и к огню. Эксперименты, которые выше дома не считаются, но в любом случае, аллергия вам показывает, каким образом керамика устойчива к появлению царапин. Вы можете впоследствии подойти поближе и увидеть, что никаких царапин от монет, от ключей, от каких-либо других предметов не остается. И данное свойство обуславливается именно современной технологией, которая позволяет создавать наиболее устойчивый материал. Также это свойство, также материал становится более пластичным, становится более глянцевым, если мы говорим о лопатированной продукции. Иногда нет, когда вот так вот экспериментирует с керамики, появляются даже искорки, можно в целом добыть огонь. Ольгерто применяет сплюну для того, чтобы смыть металлический след на керамике, но можно использовать губку, и эффект будет абсолютно такой же. Я скажу, что, когда вы применяете ковальник, вы применяете ковальник, вы используете ковальник, и, потом, они дадаете медить, которые вы offline получили в условиях, вы можете из-за чего-то, вы будете из-за чего-то поменять. А если вы с керамикой? И этот же процесс можно сравнить с некими скачками, с приобретением чистокровного коня. И учитывая, что Амерто нравятся скачки, он сравнивает керамику с конями. Если мы, например, приобретем такого коня, мы его будем хорошо кормить, будем содержать его в чистоте, будем тренировать его подолгу, то в таком случае он, естественно, станет чемпионом, так и керамика. Продолжение следует... Перед вами проект в Москве на этапе реализации. Это жилой комплекс Spires, где на фасаде были применены плиты формата 120 на 240, как Альберто показал. И что особенно характерно для этого проекта, так это то, что было на фасаде применено персонализированное решение. Был воссоздан гравированный камень. И данный проект был реализован при помощи Surface Laboratory by Kerama Marazzi, который занимается продвижением и предложением на рынке персонализированных решений и супер-максимформат. Мы делаем 6 мм, делаем 11 мм, делаем 20 мм. Мы свою продукцию производим в различных толщинах. Это 6, 11 и 20 мм. И есть отличная разница на уровне механических резистенции. И между различными толщинами существуют свои различия по механическим свойствам прочности и устойчивости. На самом деле плита толщиной 11 мм вовсе не обязательно в два раза устойчивее и прочнее, чем плита толщине 6. Три volte. 11 мм плита в три раза устойчивее и прочнее, чем 6 мм. Мы делаем машины, которые производятся, которые производятся, известные, известные, качественные... Для того чтобы вам показать, мы проводим различные исследования по механической прочности материала внутри нашей лаборатории на производстве керамического гранита. Итак, у нас 6 мм плита толщина 6 мм плита толщина более 1200 ньютон. Переведем несколько цифр. Например, 6 мм плита начинает ломаться при усилии больше 1200 ньютон. И у нас 12 мм толщина 3600 ньютон. Плита толщиной 11 мм начинает ломаться при воздействии более 3600 ньютон. И у нас здесь есть очень веселый, очень веселый. На 10 мм разделите и получаете 1 кг. И у нас 20 мм 11200 ньютон. Что касается 20-мм плиты, у него 11200 ньютон. Что касается 20-мм плиты, у него 11200 ньютон. Мы используем это для балькона и террасы, на киадин. Эти киадин для развития и базы, если у нас есть партнер. Именно поэтому 20-мм плиты можно применять в абсолютно любых пространствах, и уличных, и внутренних. Например, вы видите пластиковые опоры, которые были произведены нашим партнерам. У нас есть еще один форик, который в формате более большой. Данные платформы удобно использовать на различных террасах, на эксплуатируемых проблях. И снаружи, когда вы будете выходить, также обратите внимание, можете подпрыгать, постоять. И если вы добровольцы, то вы можете в стимирон в одну такую плиту, и с ней ничего не будет. Смотрите. Смотрите, в формате 60 на 120, в серии Oniche Blue, у нас есть 24 различных вариации рисунка. И это на самом деле очень большое количество. Различные плиты показывают различные эффекты. И это можно заметить на слайдах, поскольку, если обратите внимание, там был применен формат 120 на 240, здесь же 60 на 120, и также плиты не повторяют свои рисунки. Он еще не только синего цвета, но и других оттенков стал также нашим бестселлером. Поставим его туда, чтобы вы еще потом его фотографировали. Потом мы его будем резать. Поэтому торопитесь. Носится специальный состав, который делает плиту более блестящей, более глянцевой. А также повышает ее отражающие свойства, и впоследствии, благодаря данному составу, плиту становится гораздо проще чистить. А также, если есть форматы, то, как и больше, то, как и больше, то, как и больше, то, как и больше. И вы сами видите, какой это большой формат. В таком формате добиться абсолютно однородной глянцевости по всей площади плиты очень сложно. Когда продукт лопатирован хорошо, то по всей его площади нет никаких рябей, нет зыбьев, и мы можем спокойно наблюдать его. Но он буквально кажется, что продукт зеркальный. В итоге, пообщавшись с заказчиком, мы зашли на персонализацию данного проекта на 500 квадратных метров. Теперь каждый из 21 апартамента имеет свой неповторимый рисунок, свою атмосферу, которая впоследствии послужила хорошим таким монетизирующим, назовем это так, моментом для данной гостиницы. Продолжение следует... Продолжение следует... На этом проекте также хорошо видно наше сотрудничество, то ФС Лабортери и Тирамо Марацци. То есть часть приты у нас использована... Использована Тирамо Марацци коллекции и часть персонализации, которую делали мы, которые разрабатывали совместно с архивными дизайнерами. Посмотрите на углы. Все элементы рисунка переходят один в другой. Там нету никаких разделений. И создается полное впечатление такого open space. Или даже сказать... Around the world не вокруг, когда вы выходите в каком-то трагическом месте, и вас окружает данная природа. Если вы будете в Москве, вы можете также посетить данные апартаменты. Но единственное, что выбираем уже там заради заказа, потому что действительно есть сейчас курятец. Кстати, вольфак ataque, но у них можно будет много своегоيل. Интересно, что ази, не у вас больше, чем чем-то шелик, репетируемые пивы к десятик. Вольфакаты лица филы, которые были в ванной д influ Mineю. Спасибо. Альфакаты лица филы, альфакаты лица? Это филы. Альфакаты лица филы, Гуманцева, тараниня, Тирамцема. Существует архит. Такой зале шелы, гуманцы-шелы. Это молоко, лучшее филы. Иградина, «существует» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас берем и поставим солны Я понял Ну а во второй части вы увидите, как надо работать с крупным форматом И представитель мастер-класса будет представлять Ариан Печени Он представляет компанию Sigma А на сегодня у меня все Всем пока, спасибо за внимание Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok